всем привет необычный вид для музея так и не скажешь что мы находимся в музее техники и автомобилей в частности и да это музей город стампул музей называется музей имени рахме коча если я правильно произнес очень похожи находится недалеко от центра города и сейчас я вам все покажу и 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 в начале экспозиции нас встречают несколько американских автомобилей по большей части форды тут вообще в музее достаточно много американских машин по моим ощущениям чуть ли не половина из всех представленных на выставке автомобилей это американцы ну и классический ford model t бестселлер кстати написано что этот автомобиль в каком-то фильме снимался и и тоже форд кстати говоря линкольн компанию до того как ей завладел форд основал другой генри генри лиланд тот же самый человек который создал компанию cadillac но вот линкольн потом был приобретен компании ford ford в 8 это первый автомобиль с 8 цилиндровым двообразным двигателем и что круто в этом музее ко многим экспонатам можно подойти прям практически вплотную и мало того что подойти вплотную так еще и заглянуть салон я включу подсветочку смотрите какая красота можно прям и узнаете не только прямо наклониться заглянуть а еще ты вдыхаешь этот запах этой машины непередаваемое ощущение вот еще один ford также с двигателем в 8 еще до военная модель семьдесят восьмой год большой v-образный двигатель максимальная скорость 112 км в час такой вот большой автомобиль но уже с покатыми формами такая классика некотором роде вот этот красавчик это пришедший на смену ford model t ford model а который был следующим и заменил теряющие позиции и устаревший ford model t и здесь тоже можно заглянуть прямо в салон что круто так какая-то ерунда не тот свет включился он теперь тот можно прям ну то есть ограждение настолько близко к автомобилям что знаете прям можно наклониться и как будто бы внутри оказаться очень интересно некоторые детишки видел даже открывали двери у автомобилей еще один именитый американец но уже кадиллак основанный тем самым генри лиландом которым я вам говорил ранее огромный автомобиль огромное количество металла красота и не менее прекрасный ford galaxy полное название у него ford galaxy star star liner вы знаете его особенный кайф наверное с задней части давайте последовательно салон прекрасный диван первом ряду американская тема купе только две двери и огромный свет сзади просто длиннющий настолько же это красиво выглядит посмотрите красота сейчас посмотрим технические характеристики ожидаю что там будет в 8 или хотя бы в 6 до в 6 двигатель не очень большой по тем временам при этом он выдает 145 лошадиных сил и разгоняется до 150 км в час вы знаете с трех с половиной литровых в 6 и в 90-х снимали американцы по 145 лошадиных сил то есть спустя 30 лет после этой модели у какого-нибудь ford crown victoria например вот такая интересная военный военная машина интересна она еще тем что можно подойти и посмотреть устройство автомобиля это не только двигатель это и трансмиссия и внутренние устройства но в общем сейчас я все покажу можно подойти и в салон заглянуть и даже под машину тут есть специальное зеркало которую можно посмотреть устройство снизу автомобиля там мы видим классическую историю двигатель от него карданный вал единственное что помимо заднего моста который ожидал видеть я вижу какую-то здоровенную штуку не знаю почему она такая большая и для чего это нужно свет нам еще понадобится честно говоря я не понял что это за устройство какую полезную функцию выполнять этот автомобиль подо что он оборудован если вам понятно напишите тоже как будто измерительный какой-то прибор или швейная машинка понятно что это похоже этот зум проказник еще интерьер из интересного у этого автомобиля соответственно шины не накачиваются воздухом атаки как колбаса на велосипеде дружок но он военный целом логично звучит это получается ничего дополнительно люди не снимали чтобы показать нам двигатель просто так открывался капот то есть видеть такими крыльями получается что тут у нас еще есть роуз-ройс не только американские машины у нас тут представлены естественно много разных конечно же мерседес куда без него кстати говоря дочь еще одна американская машина на нем написано калифорния или вест запад калифорния у вас тут тоже написано что-то про калифорнию хэйвиком сюда мы приходим фиат популярный автомобиль в турции у них даже заводы есть и были на протяжении многих лет и на этих заводах не только фиат выпускался но это ваш это фиат с турецким названием но я не знал что это так давно произошло так давно они любят фиат смотрите этой машине уже больше 100 лет а именно и даже 110 фиат 1913 года вот в этот лакшери бентли тоже можно заглянуть в салон что мы сейчас с вами сделаем не в каждом музее кстати говоря есть возможность так прям близко подойти и посмотреть какой красавчик мы успокнули ходят тут как у себя дома потому что думаю то есть его дом красавчик смотрит и гранится пентли первый зал экспозиция мы практически полностью посмотрели вот за исключением двух этих автомобилей вот этот синенький малыш это бмв с мотоциклетным двигателем 13 лошадиных сил два ну как бы два но довольно тесных места посадочных если включить свет лучше будет видно давайте проверим салон и на удивление после военное время такие автомобили пользовались большой популярностью потому что самая востребованная задача которая ставилась перед личным автотранспортом это перемещение на небольшие дистанции для чего такое машина вполне можно было использовать называли ее машина пузырь и потом следующие похожие по стилю автомобиля также называли bubble car машина пузырь и кстати говоря парадоксально немножко да вроде бы германия проиграла второй мировой войне однако же это автомобиль пятьдесят шестого года который выпускался не только в германии а по лицензионному соглашению еще во многих европейских странах испания великобритания и еще несколько и лицензионное соглашение подразумевает того что за это платили денежки владельцу бренда я так думаю вот интересный факт это британская марка мк кстати говоря эти автомобили под таким брендом выпускаются и по сей день вот такой символ логотип он не изменился все еще так же выглядит что-то мне подсказывает что в фильмах о джеймсе бонде старых особенно такие машины можно встретить такой марки экспозиция первого зала полностью нами с вами осмотрена есть еще второй зал вон там а есть часть экспозиции на улице давайте сначала ее посмотрим красивый вечерний свет естественное освещение давайте смотреть не знаю относится ли вот этот фиат к пабл карам можно кстати посмотреть это кстати говоря фиат 500 такая машина есть и сейчас с таким названием тоже маленькая очень популярная про бабл кар в описании ничего нету хотя как по мне очень близко форт громовая птица красавчик 56 год представляете а так и не скажешь конечно же хотел сказать что это мустанг но нет мустанг рядышком дальше это мерс кстати говоря похож на мустанг как по мне но сейчас я вам покажу мустанг и сами все посмотрите напишите в комментариях как вы считаете похож на форт мустанг или не очень volkswagen жук классика мэрс черненький ягуар снова volkswagen народный автомобиль кстати volkswagen так и переводится народный автомобиль volkswagen ваген автомобиль вольц народный citroen вы знаете я сразу отличаю что что вот это citroen потому что они как то вот ну не знаю по особенному выглядят а вот как раз и форт мустанг ну наверное небольшое сходство есть но не более того как же без него в музейной экспозиции кстати говоря редко в каком музее автомобили стоят на открытом воздухе тут это возможно потому что у нас большой навес осадки не поступают климат относительно теплый так как это стамбул турция и часть экспозиции находится на открытом воздухе тоже американская машина студебекер насколько я знаю сейчас студебекер уже не выпускает автомобилей а следующая тачка возможно вы уже обратили внимание но как вам такой тюнинг копейки вы наверное думаете что это копейка но по факту в некотором роде да это fiat 123 собственно та же самая копейка но прям очень плотно затюнингованная как вы видите как вам такой тюнинг кстати выглядит по моему прикольно купешная то есть осталось только две двери из четырех уж не знаю изначально она такая была или это элемент тюнинга говорят что снималась в каком-то фильме эта машинка chevrolet chevelle хардтоп купе мне так нравится как они называли свои машины хардтоп купе это купе у которого жесткий верх ну знаешь логично так такое так и назовем машину фортик красавчик синий цвет синий овал на синем цвете кайф снова ford ох это бьюик уже такое ближе к нашим временам на вид знаете хочется сказать что эта машина как будто бы конца восьмидесятых начала девяностых но нет этот бьюик семь шестого года модель мне кажется что он опережал свое время потому что в восьмидесятых в девяностых они квадратные старые машинки ну в девяностых уже такие замыленные наоборот становились восьмидесятых скорее квадратные возможно это как раз та модель которая определила вид автомобилей на десятилетие линкольн и нельзя не показать вам вот этот кадиллак очень похожий может быть даже такой же кадиллак будет дальше на экспозиции только розового цвета это зеленый он такой длинный и у него такие формы опять же сзади дэвил хард топ купе снова они используют эту приписку каждая машина которая жесткая крыша хард топ купе здесь тоже возможность так нормально закликнуть в салон к сожалению немножко прикует камера включение освещения к сожалению последнюю ситуацию сильно не меняет и вот вот эти вот большой свес и такие стрелы сзади в которых я говорил очень красиво выглядит очень очень это бьюик но сначала я подумал что это тоже кадиллак очень уж он похож на тот зеленый кадиллак который мы с вами только что смотрели chevrolet 46 года послевоенный автомобиль прям вот один из первых послевоенных и вот этот розовый кадиллак о котором я уже упоминал наверное такой ведь автомобиль был у элоса брасли еще музей интересен тем что тут на самом деле есть не только автомобили но и много другой техники такие как плавательные средства тракторы станки самолеты при входе я видел самолеты так что музей интересен будет не только любителям автомобилей а вообще в целом всем любителям каких-то изобретений с приспособлений техник техники в общем такой технический музей кажется он так и называется технический музей имени рахми коча надеюсь я правильно произношу это название музей также есть автомобиль в котором можно посидеть это Austin написано что это английская марка автомобилей нужно покрутить руль нажимать педали представляете сколько им лет кнопочки на приборной панели попереключать передачи которые кстати работают отлично 4 положения возможно это 4 передачи или 3 вперед 1 назад и это похоже на ручной тормоз я сижу внутри очень кстати говоря здорово раскачивается машина то есть так вот плавно отрабатывают рессоры видимо очень интересно знаете ощутить каково это было сидеть и передвигаться в автомобиле тех времен чтобы открыть дверь нужно взяться за ручку снаружи не знаю было ли так задумано изначально или это уже в процессе выставки так получилось с автомобилем вот я сейчас стою на подножке знаете представляю себя каким-то киногероем даже если немножко вот так по раскачивать машину то чувствуется насколько мягко отрабатывает подвеска очень мягко очень чувствительно я буквально чуть-чуть покачиваюсь на кусочках и машина заметно откликается подвеской сейчас я покажу вам этот автомобиль снаружи это кстати очень интересный опыт до этого мне не приходилось сидеть в таких автомобилях тут в музее такая возможность есть конечно же часть деталей поломана видно что машина как бы потрепана немножко таким вот использованием но выглядит достаточно комплектной вот так она выглядит снаружи также в музее есть комната которая называется how to work то есть как это работает очень интересные экспонаты тут разные механизмы можно посмотреть как работают вот например двигатель внутреннего сгорания сейчас попробую включить свет посмотрим будет лучше видно ли да видно лучше тут есть кнопки нажимаем кнопку и запускается механизм вот мы видим как в разрезе работают двигатель внутреннего сгорания как у нас получается происходит сгорание в четырех камерах в последовательности один три четыре два то есть первый цилиндр четвертый потом третий потом второй сгорание происходит в таком порядке эти возгорания толкают получается поршни а поршни через такие шатунные механизмы приводят в движение вал а с валу уже в коробку передач идет кинетическая энергия вращательная вот так же тут представлена работа газораспределительного механизма то есть вот эти кулачки на верхнем валу они получается то открывают то закрывают в нужной последовательности опять же клапаны чтобы либо впускать либо смесь топливную либо выпускать отработанные газы после того как сгорание вот тут в цилиндре произошло еще один двигатель в разрезе также с кнопки запускается тут уже получается помимо самого двигателя есть навесной частично работает чуть медленнее тут есть приводной ремень который приводит в движение генератор вытянуть помпу вон там и вентилятор охлаждения ну и так же мы видим так же работает двигатель как предыдущий также есть трактор в разрезе можно увидеть двигатель трактора органы управления я хотел сказать что это коробка передач но возможно трактор она как-то иначе называется потому что тут еще у них валы отбора мощности присутствует где-то позволяет полезную работу совершать есть роторный двигатель тут его прям за рукоятку можно взять повращать получается вот у нас цилиндры вот свечи зажигания вставляют значит там цилиндр находится тут искра подается раз-два раз-два что двухцилиндровый что ли как будто бы получается визуально как бы похоже на то что ли но вообще мне казалось что должно быть больше цилиндров больше точнее тут ну немножко даже неправильно сказал нету тут цилиндров которая динамически меняет свой размер в зависимости от положения вот этого треугольника ну условно назовем его треугольником так как таковых цилиндров нету то есть цилиндров точно нет есть камера сгорания камера сгорания не имеет переменная размер поправился и соответственно разгорание здесь проталкивает а а получается в нужном направлении всю конструкцию и также на выходе мы получаем что вращаются вал это грузовик очень кстати много техники именно от фордов вот это тоже грузовик фордовый нажимаю кнопку тут прямо полный цикл помимо того что мы видим работающий двигатель также видим как через коробку передач приводится в движение карданный вал который в свою очередь идет на дифференциал задней и он приводит движение колесо прямо полный цикл можно посмотреть очень интересно также в комнате outworks представлен автомобиль то есть вот двигатель мы с вами смотрели внутреннее сгорание как работает тут получается двигатель это лишь часть экспоната тут можно увидеть прочие механизмы и системы автомобиля причем как стороны двигателя так и в салоне сожалению отсвечивает к если выключить свет попробуем лучше не стало зато тут видно салон в разрезе очень интересный концепт такого тоже не встречал со всех сторон немножко по надкусом можно было посмотреть как устроен автомобиль со всех сторон это очень интересный экземпляр как сам по себе но также он интересен тем что мы можем снова заглянуть салон как вы делали это у некоторых предыдущих автомобилей это ford model n предшественник ford model t их было произведено чуть больше 13000 это автомобиль для британского рынка получается потому что он во первых праворульный во вторых на эмблеме спереди мы можем видеть британский флаг сейчас я вам это покажу а также надпись очень много общего с каретой рессоры очень похожи на каретные компоновка сидений разве что руль добавился ну и соответственно двигатель заводился он вот с такого стартера ручной стартер он же кривой ключ он же просто кривой и вот британский флаг о котором я вам говорил и надпись написано написано royal автомобиль club associate что можно перевести как элитная ассоциация элитного автомобильного клуба как то так редко когда встретишь какой-то автомобиль ford который старше чем ford model t предыдущий автомобиль наверное первый раз когда такую машину встретил а вот как раз тракторы о которых я говорил бегающие котики которые живут тут что интересно у старых тракторов колеса были без протектора вот такие гладенькие или может быть это обусловлено регионом может быть по местной почве так удобней если вы знаете напишите в комментариях почему покрышки такие без протектора гладенькие попробуем включить свет будет красивее виднее да видно лучше со светом очень сначала глаза разбегаются как будто бы очень много органов управления но кажется это все всякие магистрали гидравлические паровые топливные не знаю еще огромный трактор кстати у этого есть протектор на колесах и это натуральный трактор на паровой тяге то есть я всегда думал что только паровозы были на паровой тяге как оказалось тракторы тоже и это новость для меня вот это один из первых кадиллаков сейчас и на протяжении всего двадцатого века кадиллак практически всего 20 века кадиллак имеет репутацию лакшери автомобилей не знаю можно ли назвать этот автомобиль и лакшери по тем временам может быть так оно и было этот не знаю можно ли уже называть автомобилем не уверен но это бэнс кто-то вот объединились две фирмы и получился mercedes-benz и снова много американских автомобилей ford снова ford это что-то другое это шарон шаронет да я сразу подумал что это французская машина так оно и оказалось конечно же куда без хитового ford model town тут получается в нескольких экземплярах представлен по меньшей мере три уже я видел ford model t в разных исполнениях снова ford model a ну а в смысле ford model a а нет наврал наврал извините это ford model tt то есть это на базе t сделали автобус так и написано ford model tt баз американские автомобили есть европейские автомобили фиат вот вот это фиатик снова ford старый пожарный автомобиль пожаротушения еще ряд автомобилей несколько штук наверху расположены кареты телеги мотоциклы в общем музей интересный целом не только своими автомобилями но и вообще поэтому рекомендую к посещению надеюсь вам было интересно и вы нашли это видео полезным для себя желаю вам всего добра что 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 и что и что что Продолжение следует...